Данное видео создано в развлекательных целях. Всё показанное сегодня по заброле... Штрэээбух! Неплохой наборчик. Возможно, когда-нибудь в жизни пригодится. Но, надеюсь, не по назначению. Ребят, нашёл набор пылевой для перевязки. В армии их используют. Этот набор ещё из СССР. Используют его для пережима, если руку оторвало или ещё что-нибудь. Но не будем о плохом. Помойка дарит инструмент для перевязки. Прикольно. Ну, а с вами, как бы, Штрэбух, пищеварительный гигант, расхититель помоек. Это свежий обзор моих находок из помоечки. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. И помоечка так между нами, ребят. Помойка кормит очень сильно. Так что поставьте за это жирный лайк. Всем приятного просмотра. Не первый раз нахожу подобные тостеры. Это тостер от бренда Сейм-1. Полностью рабочий. Греет изумительно. Кстати, внешнее состояние более-менее нормальное. Тостер незарыганный. Хорошая для дома находка. Продам этот тостер рублей за 200. Нашел, братва, старые часы. Но решил их разобрать на металл. Часы от бренда Весна. Спустил пружину, вот поэтому они так крутятся, как бешеные. Они не рабочие. Здесь самое ценное, это механизм, который разберется на ценные метальные запчасти. Разберется все на ценные металлические металлы. И продастся за рублей 90, наверное. Нашел три сковородки. Одну уже согнул на стриме. Показывал свою силу подписчикам. Но остальные более-менее целые. Но мне они не нужны. Пойдут на алюминий. Помойка дарит алюминий. Смотрите, сколько у меня его уже. В эту огромнейшую сумку я складываю алюминий. И накопилось его тут уже немало. Килограмм примерно 15. Помойка дарит прибыль с цветных металлов. Рекламная пауза. Ребятки, я думаю, многие из вас знают о таком канале, как Хорошая свалка. Так вот, у автора этого канала есть еще второй канал. И он называется На игре. Он там играет в Сегу Мега Драйв. Вот в такую. В различные ретро игры. Как видите, у меня они тоже есть. Но эта приставка почему-то не работает. А вот у него все работает. Он даже снимает игровые стримы по вот этим очень старым играм. Я, ребят, когда зашел на его канал, я просто офигел. Потому что я зарядился такой порцией огромной ностальгии, что просто капец. Поэтому залетайте по ссылочке в описании, прицените контент. Ну и, конечно же, оформляйте подписочку. Ведь Витек старается. У него там вообще пушка, ребят. Залетайте, зацените. Куча, огромная куча крутых видосов. И все видосы, как на портборах, хуирные, ребятки. Поэтому жду вас всех у него в комментариях. Пишите, что вы от меня. Ну а мы продолжаем дальше смотреть обзор находочек из помоечки. Нашел рабочую кофеварку от бренда Кофемейкер. Полностью рабочая. Здесь немножко грязная, нужно будет помыть. На барахолке ее купят за нормальные бабки. Рублей за 50. И, кстати, братва, кто помнит этот кальян, показывал в старых обзорах находок. В общем, изначально мы его оставили себе. Но сейчас мы что-то его уже не курим. И решили его продать. Кальян с силиконовым шлангом. Полностью рабочий и офигенный. Но самое интересное, то, что он капец высокий. Примерно мне по пояс. В общем, не дешевая штучка. Новый такой кальян стоил бы примерно 1006 рублей. Если не больше. Ну а я продам этот кальянчик за 2000 рублей в моей группе ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Вы, наверное, не знали, но я очень сильно люблю грибочки консервированные. Нашел в помоечке две баночки. Судя по крышке ржавой, скорее всего, грибам много лет. Но, возможно, они нормальные. Потом продегустирую. На вид это, скорее всего, шампиньоны. Или какие-то сыроежки. Не знаю. В общем, домой принесу. По вам попробую обязательно. Офигеть. Нашел неплохую механическую клавиатуру от бренда Filco. Ее нужно отмыть. Все кнопки полностью рабочие. Послушайте этот звук. Она, кстати, довольно-таки компактная. Офигенная. Такая добротная, тяжеленькая. Модель клавиатуры на экране. Сделана в Тайване. Даже эти лапки не поломаны. Офигеть. Помойка дарит рабочие механические клавиатуры для компьютера. Как видите, все работает. Просто сказка. Я в шоке, братва. Оставлю эту клавиатуру в гараже. Скоро я уже соберу все-таки компьютер для стрима. И буду ее использовать. Нашел игровой коврик для мышки. Офигенный, здоровый. От бренда SteelSeries. Полностью целый, не погрызанный, без дыр. Гладенький, приятный. Нужно его только постирать. Смотрите. Здесь прорезиненное покрытие. И большое количество знаков SteelSeries. Офигенный коврик. Тоже оставлю себе в гараже. Тупо помойка дарит механические клавиатуры и игровые коврики. Офигенно. Настала пора восполнить мою коллекцию коробок от айфонов и техники Apple новыми экземплярами. Помоечка подарила небольшое количество коробок от айфонов. Также есть коробка от Apple Watch и iPad. Коробки от айфонов я ценю больше всего. Также один из моих подписчиков подарил мне 19 коробок от MacBook. Когда он мне написал, я был просто шокирован. Спасибо тебе огромное за такой подарок. Эти коробки я скорее всего себе оставлять не буду. Так как я в большинстве случаев коллекционирую коробки именно от айфонов. Эти коробки от MacBook можно продать минимум по 500 рублей за коробку. А это примерно 8000 рублей за все эти 19 коробок. Я в шоке, ребят. Если у вас есть дома подобные коробки, продавайте их на Авито. Коробки от айфонов можно продать. Вот допустим от 5s за 100 рублей коробку можно продать. Вот допустим коробка от айфона x уже стоит рублей 700. Коробки от Apple Watch наверное рублей по 400 продают. А коробки от MacBook минимум по 500-600 рублей можно продать. За что я люблю технику Apple? Так это за то, что даже коробки от техники Apple можно продать более-менее за нормальные бабки. Офигенно! Нашел немножко коньячка, который называется старейшина. Пятилетней выдержки коньячок. Офигенно! Но здесь правда грамм 100, может 150 его осталось. Поставлю этот коньячок в мою коллекцию бухлишка. Помойка дарит выпивку. Нашел две пары брендовых очков. Первые очки вот такого плана. Смотрятся вообще офигенно. По качеству сразу видно, что очки не из дешевых. Очки от бренда Oliver Peoples. Модель на экране. Подобные очки стоят в районе 5000 рублей. Но возможно я конечно ошибаюсь. У меня тут столько находок, что я реально не успеваю все отслеживать. Но качество у очков просто офигенное. Эти очки я оставлю себе. Помойка дарит брендовые линзы. Также есть еще вот такие очки, вообще крутые. В чехле. В комплекте с очками есть даже защитная тряпочка. Очки от бренда Bikenbergs. Эти очки тоже не из дешевых. Стоят в районе 8000 рублей новые. Модель очков на экране. Стекла в хорошем состоянии. Есть конечно очень маленькие царапинки, но их не видно почти. Я бы эти очки оставил себе, но они мне не особо нравятся. Поэтому продам эти линзы на Авито 1000 за 2. Помойка дарит прибыль. Ну а вот эти очки оставлю себе. Мне они изумительно подходят. А вот такую находочку я еще не находил. И это супер полезная находка в гараже. Это вот такой бокс для хранения различной мелочевки. Как видите, вот здесь когда-то хранилась гайка М14. И здесь много-много ящичков, куда можно складывать различные болты, гайки, саморезы и так далее. Оставлю эту штуку в гараже. Эта находка мне как раз очень сильно пригодится в хозяйстве. Помойка дарит нужные и полезные для гаража находки. Подобную селфи-палку я первый раз в жизни нахожу. Это какая-то супер лакшери селфи-палка. Раскладывается она вот таким удобным образом. Здесь есть штекер, который втыкается в телефон. Ну а вот здесь кнопка спуска затвора. Селфи-палка длинная. И что самое интересное, она очень стильная, как по мне. И смотрится офигенно. Положу в сюрприз бокс. Нашел в помойке коробку от беспроводных наушников от фирмы Босс. Кстати, наушников там не было. Но зато был вот этот абсолютно новенький чехольчик. Чехольчик я оставлю себе. Офигенный. Просто сказка. Помоечка дарит. Супер крутые чехлы. Вот реально им еще ни разу не пользовались. Чехол прям офигенный. Ну и вот самый главный игровой девайс этого обзора находок. Нашел игровые наушники от бренда HyperX. Со съемным микрофоном. Изначально наушники были с зарыганными амбрашюрами. Но очень хорошо, что у меня есть вот такая вот коробочка, в которой я коплю различные амбрашюры. Также у меня здесь большое количество блоков питания. Все это я копил примерно два года на помойках. Здесь, ребят, очень часто нахожу технику без блоков питания. Поэтому у меня здесь хранятся блоки питания на любой случай жизни. Здесь даже есть RGB лента. Тут очень много, кстати, всего интересного в этой коробке. Ну а наушники, ребят, офигенные. Стоят такие наушники на Авито примерно 3-4 тысячи рублей. Модель на экране. Вот этим микрофоном я точно пользоваться не буду. Без этого микрофона наушники смотрятся намного круче. Проверил их, работают просто изумительно. Звук офигенный. В комплекте с наушниками даже был кабель, который удлиняет провод. Потому что если провод не удлинить, он у наушников достаточно короткий. Длина примерно метр. Помойка дарит топовые игровые девайсы. Теперь буду стримить в этих наушниках. И кайфовать, когда буду слушать музыку или играть. Кстати, пишите плюсик в чат, кто был на стриме, когда я нашел эти наушники. Вместе с этими наушниками я еще нашел вот эту механическую клавиатуру. А еще были найдены дорогие ксионовые лампы для автомобиля. Первый раз в жизни их вообще нахожу. Сзади у лампы даже есть вентилятор для того, чтобы ее охлаждать. Потому что она слишком мощная. В комплекте две штуки. Я не знаю, рабочие они или нет. Но оставлю себе. Мы потом их с Димоном проверим. И возможно проапгрейдим нашу помойную ласточку. Настала пора осмотреть сумку с мелкими находками. Крыло для велосипеда. Электрочайник с подсветкой от бренда Роллсон. Кстати, внутри чайника что-то белое, похоже на побелку. Проверим. Возможно чайник рабочий. Офигеть, он работает. Его просто нужно отмыть. Подобный чайник улетит со свистом рублей за 300. Есть еще вот такая огромная поилка для каких-то мелких животных. Только хотя не совсем мелких, судя по этой поилке. Она такая большая, капец. Мыльная рыльная. Пена для бритья джилет. Почти целая бутылка. Офигеть. Помойка дарит. Бритые щеки. Фонарик ушатанный. Такой купят на барахолке рублей за 30. Слив для ванны. В принципе целый. Его только нужно помыть. Шампунь Сиос. Примерно пол бутылки шампуня Сиос. Освежитель для воздуха почти целый. Вот такая детская игрушка на присосках. Продам на барахолке. Нерабочие фонарики. Но кстати фонарики офигенные. Я их потом разберу, починю. И по-любому они заработают. Обычно в фонариках может отойти где-то провод. Это чинится вообще на изи. Вот такой вот женский кошелек приятный. Продаться на барахолке. Блок питания для айфона. Кстати он оригинальный. С вот таким переходником. Тут даже есть USB кабель. Но возможно он не рабочий. Женские духи. Называются Kill the Hype. Интересные. Запах у них кстати офигенный. Антисептик для рук. А в этой коробке интересная находка. Я когда нашел эту машинку. Я подумал что это какая-то блютуз колонка. А это оказывается просто коробочка для ножниц. И вот этой вот фигни. Капец набор для маникюра. Замаскированный под машинку. Пипец. Такое первый раз в жизни вижу. И кстати это все как будто новое. Посмотрите. Машинка вообще без единой царапины. Если бы эта машинка стояла бы на полке. Никто бы никогда не догадался. Что внутри набор для маникюра. Положу машинку в сюрприз бокс. Так же нашел набор отверток для телефона. Блок питания. Новый индикатор. Трубка для кальяна. Смазка. Дюрекс для полового пениса. Здесь немножко духов. Неплохой женский кошелек в офигенном состоянии. А еще есть кто помнит вот такой пояс. Который электронными импульсами качал когда-то пресс. Эта тема была очень когда-то давно популярна. Но сейчас все люди не тупые. Понимают что эта хрень ни хрена не качает. Это все был просто маркетинг. Кстати в комплекте даже новая батарейка. Я в шоке. Продам на барахолке. В принципе больше здесь ничего интересного нет. Осмотрим сумку с мелкими находками. Опа. Баночки для вакуумного массажа спины. Стеклянная бутылка для воды. Wi-Fi роутер Ростелеком. Но без блока питания. Скорее всего рабочий. Опа. Блендер Скарлетт. Проверим. Ух ты. Рабочий. Продам рублей за 150 на барахолке. Ух ты. Две пары наушников. Среди которых есть аирподсы. Нужно будет проверить. Если рабочие. То я их продам рублей за 600. Как минимум на авито. Вторые наушники. Как будто новые. От бренда Nokia. Ух ты. Коробочка от айфона. Ништяк мне в коллекцию. Четыре катушки для рыбалки. Вот это более менее целая. Вот эта штука крутится. Но как видите. Нет вот этой ручки. Которая сюда вставляется. Поэтому эти катушки. Буду продавать на барахолке. За копейки. Капец. Древний процессор с гнутыми ножками. AMD CEPROM. Также в этом чехле есть набор для полета. Надувная подушка. Также защитная штука на глаза. Чтобы спать было по кайфу. Резинка для волос. Непонятная хрень какая-то новая. Для женщин. Ух ты. Три аккумулятора для вейпа. Офигеть. Оставлю себе. А вот это братва. По-настоящему крутая находка. Это переносной Wi-Fi модем МТС. Внутри которого даже стоит батарея. Так. 4G Wi-Fi роутер модель 833F. Стоит такая прелесть на Авито. Примерно полторы-две тысячи рублей. Проверим рабочий он или нет. Да ладно. Ребят поставил на зарядку он заряжается. Скорее всего он полностью рабочий. Как зарядится буду тестировать. Ну а пока что оставлю его себе. Капец. Помойка дарит переносной Wi-Fi. О, еще есть вот такая милая уточка. Чаша для табака от кальяна. Детская обувь, которая улетит на барахолке. Неплохая, кстати, более-менее целая сумка Adidas. А еще есть две книжки. Основы нейрофизиологии и детская психология. Все это барахлишко идеально для барахолки. Там я на этом барахле заработаю бабла. А еще нашел коробку Tommy Hilfiger. А внутри оказалось три пары мужских трусов. Прюсь ты заебумба. У меня как раз на трусах уже везде дыры на очке. Поэтому эти трусишки я постираю. И буду носить и кайфовать от халявы из помоечки. Помойка дарит трусы от бренда Tommy Hilfiger. Я в шоке, ребят. А еще нашел очень интересный прибор. Я думаю, вы догадываетесь, что это такое. Это бойлер для воды. Вот сюда преподносится стаканчик. И отсюда выливается вода. Горячая или холодная. От бренда Aquavork. Он, кстати, полностью рабочий. Вот я его сейчас включил. Здесь работает кулер охлаждения. Вот здесь есть две кнопки, которые выключают подогрев или охлаждение воды. Тут даже есть номер телефона, кому звонить, если кулер заболел. Штука, кстати, очень громоздкая, высокая. Сюда оставляется фляга с водой. И таким образом вода поступает в эти краники. Продам эту штуку на Авито рублей за 800. Ну или за 1000. Посмотрим, сколько она еще на Авито стоит. Я еще не успел ознакомиться с ценами на подобные устройства. Помойка дарит нужную в офисе электронику. Также был найден МФУ в коробке от бренда HP. В комплекте есть абсолютно все провода для подключения. МФУ, не знаю, рабочий или нет. Скорее всего, в нем нужно поменять картриджи. Вон они там стоят. Состояние, конечно, не идеальное. Но в принципе, можно отмыть. Ну и продать на Авито рублей за 300. Принтеры, сканеры, МФУ не особо ценятся. Потому что внутри стоят картриджи, которые высыхают. Плюс там нужно делать техобслуживание. Возможно, этот принтер уже не живой. Но чем черт не шутит, выставлю на Авито сотки за 3. Возможно, кто-то купит. Кстати, он даже работает через Wi-Fi. Неплохой МФУ. Возможно, его и купят. А еще нашел скейтборд, но в ушатанном состоянии. Покрытие, в принципе, не стерлось. Но от края загнулись. Это, походу, какой-то самый дешевый скейтборд. Колеса у него отвратительные. И вот эта вообще конструкция очень ненадежно выглядит. Возьму этот скейт на барахолку и продам его там сотки за 2 или за 100 рублей продам. Пофиг вообще. Нашел духи от бренда Zara. Мужские. Полбутылки. Запах просто восхитительный. Офигенно. Помойка дарит ароматы на халяву. Я в шоке, братва. Запах восхитительный. Подобные духи в магазине стоят в районе 3-4 тысяч рублей. Как пахнет. Офигеть, ребят. Я просто счастлив. Ну а вот такую штучку я нахожу первый раз в жизни. Это электронный подаватель жидкого мыла, который работает на батарейках. Вот в это место заливается жидкое мыло. Залил туа воду для проверки. Но как слышите, он просто пищит, а вот жидкое мыло не хочет выливать мне на руку. Так что придется это устройство продать на барахолке. Ну или можно его разобрать, почистить, попробовать починить. Но я думаю, не стоит заморачиваться. И проще его продать на барахолке рублей за 50. Так-то штучка интересная. Также были найдены напольные весы от бренда Energy. Но, к сожалению, они почему-то не работают. Поэтому продам их на барахолке рублей за 50. А еще была найдена настольная лампа черного цвета, полностью рабочая. Также есть устройство для удаления катышек с одежды. Лампочка вроде горит, как будто работает, да, но на самом деле не работает. Продам на барахолке рублей за 50. А вот эту лампу настольную рублей за 100. Лампа, в принципе, классная. Помойка дарит свет. Нашел, братва, рабочую пароварку прямо в коробке. Пароварка от бренда Philips. Немножко подушатанная, но тем не менее рабочая. Парит просто изумительно. Пароварка это классная вещь. Полезная для дома находка. Продам на барахолке рублей за 400. Также был найден сетевой фильтр черного цвета от бренда Sven. Рабочий. Зей и бунда. А еще был найден подголовник для машины. В хорошем состоянии. Продам рублей за 500. Когда я это нашел, я просто офигел. Нашел я это все на стриме. Это абсолютно новая электроника. Походу, это все выкинули из какого-то магазина техники. Во-первых, нашел две пары беспроводных наушников от бренда Miai. Зацените. Они абсолютно новые. И полностью рабочие. Я в шоке, братва. Помойка дарит новые абсолютно наушники от бренда Miai. Капец. Просто кайф, ребят. Я в шоке. Вот правда, оригинал это или нет, я не знаю. Но, возможно, это оригинальные наушники. Наушники называются Redmi AirDots. Капец. Положу их в сюрприз-бокс. Также еще были найдены новые абсолютно блоки питания. Две пары паленых AirPods. Запечатанные полностью. Также еще есть вот такой переходник новый. А еще я нашел паленые Apple AirPods. Капец. Здесь даже в коробке есть новый абсолютно Lightning. Кабель питания. Подделка, кстати, хорошего качества. Как видите, там даже есть под крышкой надписи. Я видел паленые AirPods с качеством намного хуже. Вот там даже написана модель наушников. Капец, ребят. Они, кстати, полностью рабочие. Сейчас я вам даже это продемонстрирую. Поставил их на зарядку. Вот горит индикация заряда. Как видите. Звук у них, в принципе, конечно, похуже, чем у оригинала. Но в то же время достойный. Положу эти наушники в сюрприз бокс. Ну, на коробке, кстати, видно, что это паль. AirPods, wireless charging case. На оригинальных AirPods вот такой надписи нет. Ну и коробка, видно, что какая-то по качеству херовая. Это, кстати, хорошая подделка. Подобные AirPods на Авито стоят примерно 5000 рублей. Паленые, ненастоящие. Я их продавать не буду. Положу в сюрприз бокс. Также и это все остальное добро положу туда же. Порадую подписчиков новыми девайсами. А еще была найдена вот такая старая Nokia. Капец, old school. Кстати, состояние хорошее. Кнопки не стерты. Капец, это реальная ностальгия, братва. Помню, одноклассники в школе с такими у меня ходили. Но в комплекте с телефоном не было батареи. Подобный телефон, по идее, на Авито продают как коллекционный по 1000 рублей, по полторы. Ну, а я продам его без батареи за 500 рублей. Помойка дарит ностальгию по старым гаджетам. Ух, Биби. Нашел, ребят, в помойке рахат лукум. В пудричке. Ммм, очень сладенький и вкусный. Очень вкусно, ребят. Ну и на этой вкусной ноте подведу итоги. Находки были крутые. Заработал денег на продажу находок. Помойка, как обычно, накормила. Ну, а вам всем желаю всего хорошего. И спасибо за просмотр. Подпишитесь на мой канал. И посмотрите вот эти шикарные видосики, если не видели. Мы с вами был расцветитель помойчик Штребух. Встретимся в следующих видосах. Пока. Штребух вылез из помойки, Штребух налутал. Штребух обнулил помойку и налом забрал.